Друзья мои, приветствую! Сегодня мы с вами коротко поговорим о таком явлении в музыке, в частности в игре на гитаре, как протяженность звучания. И прежде чем на конкретном примере я покажу, как можно этот принцип использовать во время игры практически, мне хочется наш разговор начать относительно немножко издалека с такого инструмента, как фортепиано. И потом уже эту аналогию, которую мы с вами сейчас приведем, перенести на инструмент, который у нас в руках, на гитару. Вы, наверное, обращали внимание, что на фортепиано, помимо белых и черных клавиш, которые предназначены для того, чтобы по ним играть пальцами, есть также еще 2 или 3 педали для ног, в зависимости от конструкции инструмента. Так вот, одна из этих педалей, она предназначена для того, чтобы звук становился как можно более протяженным. Вы зажали педаль, нажали пальцем по клавише, сработал механизм, специальный молоточек ударил по струнам, и если вы продолжаете ногой держать педаль, звук продолжает тянуться, потому что молоточек, он остался висеть над струной. Если вы педаль отпускаете, то молоточек снова ложится на струну, и тем самым звучание прекращается. Ударили по клавише, молоточек ударил по струне, струна звучит. Если вы держите педаль, молоточек висит над струной. Как только отпустили педаль, все, звук прекратился. Вот этот же самый принцип мы можем с вами использовать во время игры на гитаре. До тех пор, пока мы щипнули струну, и левой рукой продолжаем держать палец на струне, звук тянется. Если вот мы сыграли, и палец расслабили, все, у нас звучание прекратилось. Теперь давайте на конкретном примере мы возьмем с вами одну из классических мелодий, это Минуэт Кригера. Я покажу, как этот принцип можно интегрировать в любую, в принципе, композицию, и тем самым повысить качество звучания той композиции, которую вы исполняете. Давайте я фрагментно играю мелодию. А теперь мы этот фрагмент по косточкам, по тактам с вами разберем. Обратите внимание на первый такт. У нас всего три четвертных ноты в мелодии. Ми, до и ля. Если мы будем играть их по четвертям, вот сыграли, сразу убрали палец, сыграли, убрали палец, то звучание будет достаточно пустым. Если же мы будем пальцы после щипков задерживать, то послушайте. Звучание намного более благородное, если мы сыграем вот таким образом. Переключаемся, когда мы ко второму такту. Обратите внимание, что у нас, вот мы переходим на второй такт, и у нас продолжает нота ля звучать. Вот если в первом такте мы сыграли ми и до, у нас до продолжает звучать, мы играем ноту ля, как бы такое получается наложение звуков друг на друга. Мы переходим ко второму такту, у нас фа и ре звучат, но в то же время ноту ля мы держим до тех пор, пока не нужно будет сыграть ноту ми. Играем ноту ми, прыгаем на следующий такт. Ноту соль, разумеется, мы не снимаем, потому что это у нас половина с точкой. К следующему такту переходим, к четвертому. Теперь смотрите, в этом четвертом такте у нас в басовой партии три четвертых ноты. До, ре, ми. Если мы сыграем вот таким образом, то звучание будет достаточно пустым. Если же мы ноту до не будем снимать, видите, мы продолжаем безымянный палец держать на этой ноте, то объем у нас дополнительный появляется, что создает дополнительную красоту во время прослушивания мелодии. Когда мы переходим к пятому такту, мы не снимаем ноту до. Безымянный палец мы продолжаем держать. Теперь. Вот сейчас мы играем седьмой такт. И ноту ми продолжаем держать. Не только на протяжении седьмого такта, но и на протяжении восьмого такта. И за счет этого мелодия звучит намного более благородно, если мы играли. То есть держали бы ноту только на уровне той длительности, которая указана в нотах. Я думаю, что принцип понятен. Это необходимо, конечно, осмыслить, немножечко попрактиковаться. Не везде можно интегрировать вот этот элемент, о котором мы с вами говорили, потому что если по гармонии есть расхождение, будет не настолько качественно все и интересно слушаться. Но везде, где это возможно внедрить, внедряйте. И тогда звучание на инструменте будет на слуху восприниматься намного более приятно и качественно, чем если будете обрывать длительности, не додержав их как можно дольше. Думаю, что суть понятна. Если действительно это так, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и делитесь этим видео в социальных сетях. А мы увидимся с вами буквально завтра. Всего доброго.